Алия Гатаулина о собаке мечтала с детства, но только когда стала взрослой, завела четвероногого друга. Искала долго, сначала выбирала породу, остановилась на французском бульдоге, затем определилась с кличкой, и вот уже как полтора года они с Барсом не разлей вода. Это очень дружелюбные собаки, они очень хорошо ладят с другими собаками, с ними очень удобно общаться, коммуницировать, они очень легко дрессируются. Он умеет искать свою игрушку, хорошо понимает, когда его зовут, откликается. Это мой друг, мне с ним комфортно, мы с ним вместе спим, вместе как-то ходим, с ним не скучно. Как подружиться с четвероногими, правильно ухаживать за питомцами и воспитывать их, собаководы и любители домашних животных узнали на лекции в День благодарности собаки. Гости праздника также могли увидеть фотовыставку и послушать концерт. У нас очень мало мероприятий, которые направлены на, так скажем, проведение вместе хозяев со своими питомцами. У хозяев появляется возможность показать своего питомца, порадоваться вместе с ним, какую-то интересную информацию узнать. Ну, я думаю, что каждому мне тоже, как владельцу собаки, у меня есть замечательный Йорк, которого я очень люблю. Очень интересно такое мероприятие посетить. Отдельно на лекции остановились на проблеме ухода за больными. У собаки по кличке Чичи отказали задние лапы. Однако специальная коляска сделала ее мобильной, а зоопсихолог Александра Вадевски помогла адаптироваться к новым условиям. При работе с такими животными очень важно учитывать их физические особенности, восприятие, потому что я работаю и со слепыми собачками, и с глухими собачками. То есть самая важная часть моей работы заключается в том, чтобы наладить контакт, построить доверие, чтобы собачка легче обучалась, легко научилась новым командам и правилам поведения в семье. День благодарности собаки начали отмечать с 2004 года. Им есть за что сказать спасибо. Собаки помогают разыскивать потерявшихся в лесу и застрявших под завалами после землетрясений. Ловят преступников, помогают слепым и слабовидящим, защищают дом. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.